так я в прямом эфире жду вас что-то когда все присоединяться до так кристина добрый день добрый день привет проверяем сейчас качество звука на стати здравствуйте дорогие юля привет кристина скажите как видно как слышно вера привет напишите будьте добры напишите как видео и как звук сейчас да у нас прекрасный солнечный день сочи 27 градусов еще не так жарко очень-очень сейчас комфортная температура море правда холодная скажите как как звук как меня слышно и и видео вот я так себя хорошо вижу хорошо звук видео отлично отлично давайте сейчас еще дождем пока все присоединятся можно нажать стрелочку и по раскидывать эфиры вот по вашим друзьям такая есть кнопочка вот и они сразу увидят что идет прямой эфир от вас приглашение я вот сейчас активно нажимаю эти адреса может кому-то и вам опять отправлю насти привет хорошо давайте мы ждем еще буквально пару минут лена да здравствуйте вижу знакомых незнакомых до добрый день значит смотрите сегодня в очередной раз пробую закрепить тему тема дети и спорт мы сегодня будем с вами говорить о самом животрепещущем дети и спорт тема дети и спорт можете задавать свои вопросы пока и в общем кристина привет я начну с тех вопросов настя вижу вас да я начну сейчас тех вопросов сегодня этот эфир обязательно сохраню залью его на youtube канал вообще я все свои эфиры оставляю в доступе только не здесь потому что здесь 24 часа эфир хранится а есть youtube канал куда можно это все заливать да и потом пересматривать и рассылать и и самому пользоваться то есть это все вот оставляю в таком открытом бесплатном доступе сегодня дам информацию которую я обычно даю на инструкторском курсе либо на каком-то специальном семинаре например курс родительство разумное родительство добрый день спасибо вам там как раз мы начиная с первых с первых дней жизни детей рассматриваем я рассматриваю в общем всю активность потому что в первый год жизни у детей мало активности у них идет очень качественное развитие но активность получается привнесенное от родителей там от бабушек от того от тех людей которых вы допускаете там к своим детям привет наташа привет татьяна вижу вас рада вам ксения да здравствуйте значит ну давайте я начну уже рита привет привет всем значит я начну вот с чего хочется чтобы не не было такого неправильного какого-то искаженного понимания что я прям совсем там против движения против физических нагрузок и так далее совсем нет и вы можете кто наблюдает там за моей жизнью видеть что моей жизни полно движения полно разных активностей просто в какой-то момент времени я разобралась какие активности и движения вредят человеческому телу и исключила их из своей жизни 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 своей семьи а дальше рассказываю это вам а вы уж там дальше сами решаете как вам этой информации распоряжаться потому что будет полно огромное количество людей которые послушают и пойдут себе дальше ну в общем то и нормально поэтому у меня нет никакого отрицания движения я за движение я вообще считаю что всю жизнь человеку нужно двигаться для того чтобы эффективно жить просто это все должно быть разумно смотрите поэтому я например разделяю всегда две вещи два понятия физическая культура и спорт вот сразу их разведем для того чтобы вы понимали спорт это там где есть использование физического тела ради каких-то результатов то есть там тела людей используются для того чтобы быстрее выше сильнее достижения до соревновательный этот эффект и так далее а есть физическая культура это культура движения вот культура в данном случае она ключевое слово потому что для того чтобы физически двигаться нужно быть в этом плане образованными людьми понимаете культура предполагает какой-то уровень знания образования в этой области а поскольку движение это прямо скажем там огромная составляющая нашей жизни как же нам с вами с ним не разобраться конечно надо разобраться поэтому я за физическую культуру и я всячески и и пропагандирую и разные виды здорового движения пропагандирую вот за это собственно и получаю ну и хорошо потому что сейчас ситуация в мире такова что активно везде всем людям навязывается любое движение и получается так что вот это закрепившиеся какая-то ну вот это вот знаете установка что как только человеческое тело научилась как-то двигаться самостоятельно его обязательно нужно чем-то занять куда-то его отвести и поэтому мы с вами вы оглядываясь вокруг видите что все ваши друзья знакомые родственники куда-то своих детей вводят сейчас разберемся куда же все детей водят и зачем потому что если даже вы решили что у вашего ребенка есть какой-то интерес или он предрасположен какому-то виду движения прежде чем отдать его отвести на какую-то секцию просто поразбирайтесь чуть-чуть нужно времени потратить на то чтобы набрать в интернете и просмотреть например художественная гимнастика травма художественной гимнастики или последствия занятий художественной гимнастикой и пошло-поехало и там вы видите много разной интересной информации там от не знаю у меня нормально все показывает у кого сейчас и у меня зависла сейчас подождем пока отвиснет давай отвисай не знаю что с интернетом отвисла вижу что присоединяются люди значит отвисла я продолжаю скажите чего там с трансляцией идет или нет норм окей продолжаю хорошо так вот просто нужно немножко посвятить времени для того чтобы узнать разные разные узнать разные нормально спасибо разные мнения на одну и ту же на одну и ту же как бы направление до раз разных сторон посмотрите вы понимаете вот эта объемность знания она должна присутствовать во всем не только там то что вы хотите услышать про этот спорт но и и что на самом деле в реальности он дает это называется способность критически воспринимать и относиться к информации критически то есть нужно просмотреть просмотреть так вот я сейчас вам покажу таблицу которую я сделала для презентации там для выступления на фестивале по образованию я вам ее сейчас попробую показать а потом обязательно после эфира сделаю пост в которой в которой вложу эту таблицу но как получится сейчас посмотрите будет ли вам видно вот я просто хочу сначала вам показать не факт что вы там что-то прочитаете но вот у меня написано спорт не равно здоровье и 3 3 таких группы видите что на 3 группы распределены все основные виды спорта вот сейчас я их просто прокомментирую кто там хочет писать фиксировать вы сможете успеете что-то даже записать вот но в любом случае не пишите я это все так мы в бассейн ходим 5 лет сначала вынуждены ходили по показаниям по сердцу потом втянулся сынок конечно капризничает и наград нагрузки дисциплина но я вижу результаты почти не болеет и фигура сто процентов верх ногами ну ладно я же не знаю как это перевернуть не перевернешь в общем я таблицу это сейчас прокомментирую а потом постом обязательно выложу хорошо совершенно верно вот у меня в первой колонке относительно безопасные виды спорта то есть смотрите все что я буду говорить если это в легком варианте то есть вышли погоняли футбол во дворе так кроме там то что толкнул споткнулся упал дети большого вреда не будет но они так бегают падают спотыкаются и так далее пока растут дети все время падают это как бы но заложено наверное все-таки ресурсом тела какое-то количество падений в детстве вот но когда эти падения являются основной до двигательной активностью как то борьба дзюдо тэквондо самбо где идут специальные броски падения пробросы я уже не говорю про то что там присутствуют и какие-то захваты с на скрутках удары удушение давление и так далее ну то есть это вообще прям жесть жестяная называется всем боевые виды искусства кроме тайцы сю цуань или вот что-то подобного когда идет очень плавное мягкое движение да ну и то в тайцы например очень сильная нагрузка на ноги идет обязательно нужно потом добавлять компенсацию сбрасывать напряжение с ног потому что тайчи или тайцы цуань это хороший вид работы с телом спасибо но нужно понимать где там идет акцент какие нагрузки такие которые могут навредить хорошо и так первое относительно безопасны муж на карате повел ребенка он не хочет а он ему говорит иди а то будете будут тебя в школе обижать хочу забрать конечно смотрите карате если толковый тренер но в любом случае сам 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 спорт подразумевает под собой уже определенный травматизм поэтому я сейчас перечислю вам первая колонка относительно безопасные виды спорта то есть вы приходите и еще и смотрите что делают с вашим ребенком и если там есть еще какие-то сухие тренировки или агрессивные движения вы сначала просто просите тренера пожалуйста вот такие движения они некорректные я не хочу чтобы мой ребенок их выполнял все остальное пожалуйста пробежки игровые там какие-то разминки мяч покидать на скакалке попрыгать да пожалуйста главное чтобы вы сами знали чего не должно быть спортивной тренировки вашего ребенка а это все те же самые скрутки боковые наклоны слишком много бега прыжки на батутах не должны быть потому что прыжки на батутах очень очень некорректны для детских тел они взрослых вообще они могут убить да я как-то рассказывала про депутата красноярского который залез на батут с семьей с детьми попрыгать сделал два прыжка и тут же умер потому что свалился на бок завернула голову а там была критическая уже ситуация инсульт и сразу смерть кровоизвлияние в мозг был у взрослого большого человека так вот как донести до пап что это травмоопасно но это конечно сложно потому как у пап есть там своя картинка потихонечку потихонечку аргументами прям берете и говорите позвоночник вот так устроен то есть вам для того чтобы вас люди услышали нужна сила слова а сила слова появляется только тогда когда вы знаете когда вы пользуетесь проверенной информацией и когда вы можете человеку сказать вот смотри вот есть позвоночник и таково его устройство если им крутить неправильно поджимаются нервы и это от болезни до быстрой смерти то есть тут конечно нужны какие-то такие аргументы не давя там не но и на вас лежит да и про папу на прямой эфир я знаю что здесь например есть люди например кристина она мне все время пишет что мы с мужем вместе стали слушать и муж там очень хорошо реагирует на эту информацию вы знаете у меня очень много сейчас идет отзывов от семей сначала конечно женщина женщина традиционно является хранительницей здоровья в семье и если у вас достаточно доверительные отношения с мужем то но хоть немножко он должен как-то к вам прислушаться потому что вы же не бред какой-то несете хотя многие считают что это бред поэтому я допускаю что там вам будут крутить и говорить весь мир кувыркается а мы сейчас да весь мир вот когда мне так говорят весь мир бегает я говорю так весь мир и болеет вы как-то и обратную сторону тогда посмотрите да откройте глаза не будете вот так односторонне направлены вниманием а почему вы не хотите с другой стороны заглянуть на вторую сторону медали то есть призывайте все-таки ваших близких людей к диалогу к такому но конструктивному диалогу то на основе разума так вот относительно безопасные виды спорта плавание без сухих тренировок на воде лыжи беговые только беговые потому что горные лыжи у меня находится в третьей колонке так и говорит я занимался и не умер но состояние здоровья твое сейчас какое а если ты занимался может быть оно было еще лучше а еще неизвестно сколько ты лет проживешь на этом ресурсе насколько он уже исчерпан и так далее то есть там можно все это конечно про про говорить смотрите подросли и уже свое мнение смотря какой возраст детей ксения это тоже вопрос коммуникаций вот у меня старшая дочь давайте я сейчас так проговорю первую колонку и так плавание беговые лыжи походы до походы в горы на легке например прогулки на велосипеде заметьте прогулки на велосипеде это не значит что мы гоняем там соревновать соревнуемся можно легкое соревнование между мамой папой ребенком сделать это прикольно но так чтобы это не было угрозой безопасности чтобы не было такая такая трасса или дорога где ну знаете когда в азарте люди очень ограничены восприятия и могут пропустить опасную какую-то ситуацию поэтому на велосипеде катаемся по ровным дорожкам по велосипедным дорожкам они специально имеют еще такое покрытие амортизирующие вот никаких там конечно этих горных велосипедов где вышибается полностью вообще весь позвоночник и таз дальше прыжки на скакалке в разумных тоже да для удовольствия но шахматы шашки все настольные игры пожалуйста ну вот это относительно безопасны то есть мы исключаем какой-то ну эффект не эффект а аспект травмы второе граничные вот посерединке находятся виды спорта который мы так говорим если повезет то есть если повезет то они не навредят вам или вашим детям здесь все игровые виды спорта почему потому что например баскетбол волейбол там ну с мячом все игры пока там дети водят мяч кидают по этим про обращу скажу отдельно да тема у нас сегодня дети и спорт дети и спорт ответ вопрос ответ но тема больше дети и спорт вот в этой области задавайте вопросы все игровые виды спорта хороши опять-таки когда они без соревнований ради удовольствия папа с ребенком вышел там покидал баскетбольное кольцо погоняли где-то мячик ира привет то есть это вот все в рамках такого игры для удовольствия в любом в любой игре если появится соревнование все отключается чувствительность тела отключается внимательность и все наше сознание настроено на то чтобы что-то достигнуть выиграть забить во что бы то ни стало это хоккей посмотрите все время на хоккей но в хоккей там еще боже мой там же подключается еще нестабильная опора под ногами до коньки которыми они себе разрезают и лбы лбы там лица и так далее то есть я смотрела просто какое-то количество травм просто интересовался прям фотографии там выходят это же страшное дело когда рассекается полностью пол лица вообще понятное дело что это не со всеми произойдет но потенциально это может произойти с любым кто взял клюшку да и вышел и вышел критический вес рюкзака для ребенка подростка девочка это конечно такой вопрос чем меньше тем лучше но критически чтобы нести за спиной в рюкзаке 5 килограмм не больше для девочки подростка 5 это будет постепенно перенапрягаться мышцы нужно будет отдыхать в течение похода так вот смотрите если повезет вторая колонка все игровые виды спорта баскетбол хоккей футбол волейбол бадминтон я в прошлом бадминтонист я там лет ну наверно года четыре точно старших классов занималась бадминтоном и потом в университете играла даже бадминтон и потом сама ходила вся правая сторона у меня смещена вся правая потому что ракетка все время в правой ведущей руке и даже пусть мы перекладывали ракетку из руку из руки в руку но все равно ударность заходи дочь ты можешь зайти закрыть дверь да ударность всегда идет односторонняя а что касается большого тенниса поголовно криво спины и дети и очень часто у детей которые занимаются большим теннисом идет серьезное падение зрения я это вижу по двум-трем даже ближайшим семьям которых я знаю в которых дети занимаются большим теннисом в семь лет у мальчика не было очков в 10 лет он их почему-то надел и начинают там лепить вот это все типа школа перенапряжение все остальное нужно просто знать что тройничный нерв который отвечает за все органы чувств и он очень густо оплетает весь череп он отвечает за качество нашего зрения со временем с течением жизни хрусталик наш стареет это да это как бы естественное старение естественная потеря зрения такая она должна начать у человека проявляться там ну к 50 годам у более-менее здорового человека поэтому все очки которые мы с вами начинаем надевать это раньше до 50 это вопрос конечно поджатого тройничного нерва который поднимается из грудного отдела вверх через шею и уже отвечает за зрение слух работу всех миндалин ухо горло нос простуды отиты и так далее это тройничный нерв и это все понимаете в нагрузках все это происходит так девочка подросток ответила верховая езда верховая езда конечно травматично смотрите я как-то тоже в эфире рассказывала что общалась с одной девушкой она профессиональная наездница уже 20 лет и читала где-то даже статью про верховую езду и там прям говорится о том что мамы которые ведут детей на верховую езду точно должны предположить что могут быть падение раз во вторых когда под вами огромное животное которое вам не подчиняется и в любой момент лошадь может понести и мы знаем огромное количество таких случаев даже на соревнованиях если посмотреть вот эти конкур и все когда смотришь соревнования бывает такое редко но бывает поэтому если там есть потенциальная опасность смерти зачем мы туда идем я понимаю прийти пообщаться с лошадью погладить просто так покатать ребенка то что есть у нас у всех потребности общения с живыми до ну живой природой с фауны мы мы хотим с животными общаться вот ну как бы это нормально поэтому находить какие-то но не да да бадминтон как влияет вот я сказала что бадминтон очень серьезно влияет на смещение в грудном отделе очень серьезно также как и большой теннис бадминтоне ракетка чуть полегче но там очень серьезно страдают колени потому что все на выпадах впрочем как их фехтование до фехтование все строится на выпадах и я сегодня кстати говорила о том что колени колени у нас с вами стареет с 10 лет это первая часть тела который начинает стареть поэтому очень рано у большинства людей проявляются проблемы с коленными суставами агрессивная нагрузка на них плюс постоянные прыжки это всю бадминтон постоянная компрессия если нет декомпрессии если не снимается правильными упражнениями постоянная компрессия быстро вырубает наши нервы так он он ссора падали с коня все обошлось без серьезных травм вот ленна писала несколько знакомых занимались конным спортом падали с коня все до обошлось без серьезных травм но я знаю людей даже в ближайшем окружении девочка знаю которую лошадь понесла, сбросила, и она прямо очень сильно ударилась от дерева, там компрессионный перелом позвоночника, ну в общем, человек в 20 лет получил такую серьезную травму, там еще всю жизнь жить, а ресурс уже так серьезно пострадал, да, и, конечно, ограничения начинаются всякие, поиск избавления от боли и так далее. Дочитаю вторую колонку, все игровые виды спорта, то есть только в легкой форме не навредят вашим детям, если они играют во дворе с ребятами, вы с ними там играете, водное поло, ныряние, очень опасное ныряние, помните, я говорила, что плавание это вот хорошо, ныряние это плохо, тем более, если ребенок не умеет правильно нырять, там есть, сейчас расскажу про художественную гимнастику, ранний старт и домашние спорт стенки, я про стенки скажу, ранний старт, просто расскажите, что это такое комплексы ранний старт, ничего про них не знаю, может быть знаю, но не знаю, что так называется, так вот, при нырянии, понимаете, чем выше площадка, с которой человек ныряет, ребенок, например, да, там есть, во-первых, сопротивление воды, плюс вес тела увеличивается, гравитация, силы притяжения, плюс при нырянии есть некий залом в поясничном отделе, нехороший, очень нехороший, когда ноги вот так вот, да, дети, которые неправильно ныряют, я когда хожу на море и смотрю на бунах, что происходит, это катастрофа вообще, например, Маша моя тоже, конечно же, она ребенок, она хочет это все делать, мы с ней договорились, во-первых, ее, конечно, на плавание научили правильно нырять, там нужно очень хорошо собирать тело, сокращать хорошо пресс и контролировать поясницу, чтобы не было замаха ног, да, вот такого вот замаха ног к спине, перелома в пояснице, залома, вот, плюс очень сильно ударность идет о воду и позвоночник получает удар, иногда соизмеримый с ударом о бетон, да, вот как если бы, ну, там, ВДВшники любят там нырять в эти фонтаны пустые, со смертельными исходами, вот, во время праздниц твоих, так вот, очень аккуратно, если ныряют, либо с небольших высот и вот прям ровно солдатикам, чтобы ноги зашли первые, рассекли воду, было куда войти телу, бомбочками нырять хуже, чем солдатикам, то есть ноги, они рассекают, если ровно тело входит, более-менее безопасный режим, бомбочкой, когда поджаты колени, удар идет сразу в таз и в позвоночник, да, и если чуть-чуть неправильно на бок как-то, то может быть точно так же смещение таза. Художественная гимнастика использует способность детских тел к гибкости, все детские тела более-менее гнуться. Знаете, за счет чего? Я вот сегодня не взяла сегмент, а всегда на нем показываю, да, унесла в студию. Смотрите, высота межпозвоночных дисков и кости позвонков у детей практически между собой равны, то есть у них еще очень высокие диски и не такие высокие кости, с тем постепенно мы с вами вырастаем, к 21 году диск уменьшается, кость немножко увеличивается. Так вот, за счет того, что у детей большие диски межпозвоночные, мы с вами, будучи детьми, в большинстве своем могли спокойно мостики делать, кувыркаться, это ногу вот сюда поднять, закинуть. Всем давалось легко, ввиду того, что большие диски. Потом они станут меньше, выровняются, станут такими же, как кости позвонков, по высоте. Так вот, эта идея начинает нещадно эксплуатироваться, а если ребенок еще прям супергибкий, да так любит загнуться еще, да, а вы это поощряете, хлопаете, радуетесь, какой у меня гибкий ребенок, люди со стороны вам сразу начинают кидать, о, ее надо в гимнастику, и вы берете и ведете и так гибкого или гипермобильного ребенка, то есть гипермобильные суставы у многих детей, которые нужно не разбалтывать, не использовать вот эту вот гипермобильность, и ее увеличивая, то есть на ней делая дальше потом, ну, как бы вот эти вот все достижения. Там нужно работать на укрепление суставов, чтобы эти суставы с ростом ребенка становились крепче, а не разболтаннее. А у нас получается, что мы ведем детей на художественную гимнастику, спортивную гимнастику, все мосты, все вот эти вот, как они, колесо, прогибы, прыжки с прогибами, ну, в общем, там все движения в гимнастике не физиологичны, не подходят нашему телу. И гимнастки, к сожалению, потом, за редким-редким исключением, очень больные женщины. Это женщины, которые потом встретятся с проблемами зачатия и вынашивания детей. Огромное количество гимнасток бесплодными остаются. Этот вопрос просто надо также просмотреть. Если по-честному вся эта информация бы нам с вами давалась, да, я лично знаю нескольких тренеров, которые продолжают сейчас тренерскую деятельность, один из них только имеет детей, двое не имеет и уже не будет у них детей никогда, да, потому что все, как бы, здоровье отдано мнимым достижением, они не стали чемпионками, они даже до каких-то, ну, крутых мест не дошли, чтобы хотя бы, ну, понять, тогда деньгами ты как-то это все получила, да, ну, я не знаю, вот это вот все, зачем? Получается так, что здоровья нет, а признаться самому себе, что это от гимнастики тоже нужно иметь очень сильные, сильные такие, ну, как бы моральные, что ли, качества. И, а что им делать? Они больше ничего не умеют, поэтому они продолжают эту деятельность, уже разрушая тела наших с вами детей, к сожалению. Вообще все эти вещи без тренера нельзя делать, ну, или если ты, Соль, только сам тренер. Какие вещи о турнике, бальные танцы. Бальные танцы близко очень к гимнастике, и в моем окружении тоже есть люди, которые занимаются, занимались бальными танцами. Сейчас в районе, там, 40-50 лет, это в первую очередь полностью убитые колени, это очень серьезные вопросы со здоровьем, с сосудистой системой, это несколько инсультов, это, в общем, очень сложная ситуация с сердечно-сосудистой системой, это бальные танцы. Вы поймите, что нет тел, устроенных по-другому, то есть схема устройства тела у нас у всех одинаковая. Есть генетические отличия, внешний вид, там, склонность чему-то и так далее. Но устройство по органам у нас у всех одинаковое. А значит, вот те законы, которые действуют на это тело, они на всех в равной степени распространяются. И если вы видите человека, который занимаясь, там, бальными танцами, сейчас красиво выглядит, и здоров, и все, либо вы что-то про него не знаете, да, и он хорошо очень скрывает, либо это такая генетически сильная машина, которая через все эти испытания прошла, а сейчас является для многих примером вот такого безусловной веры в это и отсутствия абсолютно критического мышления. Ребенку ортопед сказал, что он очень гибкий, и нельзя его отдавать на художественную гимнастику. Слава Богу, что появились такие ортопеды, которые понимают, что гибкость это не самое лучшее качество, которое есть в физическом теле, и не самое важное. Гибкость это как бонус, который дается нам для того, чтобы, ну, просто мы были более пластичными. Но на гибкости ни в коем случае нельзя никак эксплуатировать эту идею. Это всегда будет очень сильный откат, откат от здоровья. Так, турник. Бальные танцы сказала. Турник, турник. Про ранний старт расскажите, что это такое. Если есть возможность, комментарий, а я отвечу. Значит, про турник. Турник хорошая штука для того, чтобы на нем тренировать силу. Очень хорош для мальчиков. Мальчика нужно на турник подвешивать, говорить ему, чтобы он сразу закрепил все тело мышцами, внутренними мышцами и тренировал руки. Очень хорошо подтягиваться на турнике. Это действительно, ты работаешь со своим весом, идет реальная тренировка мышечной силы. Это хорошая нагрузка. Но там есть очень важные моменты. Во-первых, на турнике нельзя расслабленно висеть. Пойдет перерастяжение мышц и травмы в межпозвоночных пространствах. Второе. Есть даже уже целое исследование. Профессор Данилов про это целую книгу написал. Про то, что это такая большая иллюзия, вот эти вот растяжки. Да, когда мы висим, вывешиваемся, за счет микротравмы межпозвоночного диска происходит некое удлинение. Но мышцы-то все работают на то, чтобы нас собрать. Поэтому только травмируя позвоночник, можно добиться того, что вот вы на турнике в висе, типа вытянулись. А я все время вам говорю, что ставили эксперимент. Замеряли высоту позвоночника человека в положении сидя, прямо рисовали маркером. А потом этого же человека просили повисеть на турнике очень короткое время. И вот когда он только начинал вывешиваться, тело немножечко сокращалось. То оно становилось короче. Именно за счет того, что все мышцы в тревоге быстренько собирают нас, центрируют. Потому что основная задача межпозвоночных мышц стягивать позвонки, собирать. Потому что в позвоночном канале проходит самая главная ткань, от которой зависит здоровье всех органов и систем. Это спиной мозг. Поэтому все заточено на то, чтобы его до конца сохранять. мозг отключит вам ноги, колени, руки там будут, плечи ломить. Но он до конца будет сохранять себя. Потому что он знает, как только здесь на уровне самой главной системы пойдет поломка, все, конец жизни. До свидания. Следующее тело. Если повезет. Двигаемся дальше. Я тут читаю. Так. Смотрите. Третья колонка. Я сейчас... Так. Спасибо, что вы пишете. Я художественной гимнастикой занималась лет 15. Сколиоз. Стопы пострадали. Растягивали нас по-страшному. А я от природы негибкая. Так что не очень хорошо сказалось. Но характер закалился. Смотрите. Когда на чаше весов закалить характер или сохранить здоровье, то Бог с ним с этим характером. Характер можно и в обычной жизни отстроить человеку и закалить и все. Хотя зачем его закаливать? Потому что характер – это набор привычек, убеждений, впечатлений. Он все равно какой-то выстроится для того, чтобы вы по жизни путешествовали. А нам с вами очень часто навязывается, что характер у человека должен быть железный. А зачем? Чтобы в этом мире существовать, он должен быть не железным. Он должен быть гибким. Вот характер должен быть гибким. Тогда человек может вообще в этой жизни под что-то подстроиться, под какие-то ситуации. Из каких-то ситуаций мягко выйти. Куда-то вообще даже не влезать, понимая, что... А зачем, да? Поэтому с характером тут, конечно, ноги болят после танцев. А что скажете про большой теннис? Я про него выше сказала, что большой теннис – это то же самое. Очень сильно смещается правая сторона. И это смещение провоцирует сжатие тройничного нерва. Очень-очень все это нефизиологично. Куда же тогда отдавать мальчика, чтобы был сильным и мог за себя постоять? Вот смотрите, это идея, которая еще очень долго будет наши мозги проедать. Мы с вами сейчас живем уже в 21 веке, когда, слава богу, защищать себя, так как в средние века уже нет вообще никакой необходимости. Мы сейчас с вами живем в такое время, когда человека уже оценивают не за то, какой силы кулак или какой, я не знаю, объема мышцы. Другие совершенно сейчас аспекты личности выходят на первый план. Насколько этот человек коммуникабелен? Насколько он стрессоустойчив? Насколько он может быть гибок в решении жизненных вопросов? Вот может быть, все-таки акцент нужно направить на то, чтобы человек с сначала был источником разумности, добра, да, не агрессии. У нас вот эта старая древняя идея, она скоро уйдет из наших голов. У наших детей уже этого точно не будет. Потому что раньше мужчин растили для войны. Ну, это два века назад, понимаете? А сейчас мы для войны уже их не растим. Ну, как бы в нормальном обществе вообще-то, да? Если вы настроены на то, что ему всю жизнь придется себя защищать кулаками, то, конечно, это будет идея витать в семье, и все будет на то направлено, что вокруг вас будет такая ситуация борьбы и выживания. Нет такой сейчас необходимости. Если по-честному, мальчик должен, конечно, ну что уметь? Отстоять себя где-то в компании? Пусть папа научит ему держать удар. Ну, сходите к какому-то тренеру, пусть ему поставят этот удар, повесьте дома грушу, пусть он немножечко вот это вот тренирует, вот именно мастерство удара для чего-то, если вдруг когда-то там. А вообще-то, по-хорошему, нужно показывать вашему сыну немножко другую уже, ну, как бы, я не знаю, жизненную позицию, что ли. Настроенность не на агрессию, а настроенность, наоборот, на мир и на добро, а это все с нас с вами начинается. Если каждый родитель будет об этом своим детям рассказывать, то уже большее количество детей не будет настроено на битвы, на какие-то разборки и так далее. Ну, а потом смотрите, где, в общем, где проводит время ваш ребенок. Вот, мог за себя постоять, это, конечно, такая тема. Это тема настройки на мир. Настройки на мир и вашей реальности, то есть на что вы сами направлены, то и будут повторять ваши дети. Мы после компрессии грудного шейного отдела за полгода получили страшно слабую спину. В итоге вернулись в спортивную аэробику, спина выровнялась, позвонки восстановились, сутулость ушла. Не знаю про что и о чем, какая компрессия была шейного, чем была получена и какая у вас была аэробика и какие упражнения там давались. Я точно знаю, что если есть компрессия, то компрессию, если вообще понимать, как работает наше тело, компрессия это сдавливание. Компрессию могут снять не упражнения, которые провоцируют еще большее сдавливание и ударность, а совершенно противоположные по действию и направленности упражнения. Ну, это просто уже вопрос понимания вот этих вот законов. Никакими ударными практиками, никакими спортами вы компрессию в позвоночнике не снимете. Ну, понимать нужно, да? Компрессия это все время действие еще силы притяжения, да? А что там вы делали? Надо просто смотреть, какие упражнения. Она, может быть, ушла у ребенка, вы знаете как, если ребенок достаточно времени проводит на улице, двигается и гуляет, у него очень многие вещи восстанавливаются просто потому, что дети растут, да? Убирается агрессия, не добавляется ничего, просто дается свобода движения, да? И дети вырастают, и у них, например, даже небольшой сколиоз может просто израсти, если нет спорта. Если будет спорт, никуда сколиоз не денется, никуда не денется, потому что мышцы всегда будут работать на сокращение. Укороченная мышца сокращенная, это всегда увеличение дуги сколиоза. Вот. Компрессия грудного, не знаю, что это было у вас, потому что компрессия, у нас у всех компрессия, мы все ходим с вами с компрессией. Что фигурное катание, это то же самое, что вот фигурное катание у меня как раз в третьей колонке, давайте я сейчас обозначу, что в третьей колонке, что категорически я вам не рекомендую туда отводить ваших детей. Это даже, понимаете, в игровой форме приводит к тому, что страдает здоровье детей напрямую. То есть это напрямую. Художественная гимнастика, акробатика, спортивные танцы, цирковое искусство, бокс, самбо, дзюдо, тэквондо, карате, борьба, все виды борьбы, горные лыжи и сноуборд. Вот фигурное катание, если это катание так вот вышли на лед, поставили ребенка и более-менее он стоит и катается в удовольствие, это просто катание на коньках. Но всегда нужно знать, что будут падения, падения у детей всегда идут, то вперед разбивая носы, то на бок провоцируя скрутку таза, а потом, вы понимаете как, сначала дети наши более-менее здоровы. Ну, если вам повезло, и вы были более-менее здоровы, и рождено здоровое тело, если вы там с ума не сходили в первый год жизни вашего ребенка, не тягали детей, не подбрасывали и так далее, то более-менее здоровый ребенок там до 4-5 лет, у него выстроился иммунитет, он там чего-то отболел, какие-то небольшие детские такие заболевания элементарные. И вот в 5 лет мы ведем детей на фигурное катание. Я лично знаю семью, моя дочь училась с этой девочкой в школе, девочке 9 лет. Они месяц ходят в школу и на фигурное катание, месяц они лежат в больнице, месяц ходят на фигурное катание, месяц не ходят, лежат дома. Постоянные бронхолегочные, да, постоянно какие-то дерматиты, и ты вот к человеку подходишь, понимаешь, а там не алло вообще, то есть там вот эти пустые глаза, в которых сидит жесткая такая идея, она будет у меня фигуристкой, понимаете. И все вообще, я отхожу сразу, понимаете, когда вот там просто, ну еще нужно, наверное, сколько-то жизни человека, чтобы его поколбасило, получить этот опыт, чтобы хотя бы появилась, знаете, как открытость к чему-то. Вот вы здесь присутствуете, потому что вы все-таки к этой теме открыли, вы что-то хотите разобраться, да, до кого-то быстро дойдет, до кого-то, знаете, годами доходит. Вот я общаюсь со своими здесь ближайшим окружением, и я вижу, есть люди, которые там 2-3 года меня слушают, наконец-то до них дошло, увели детей там с танца. У кого-то, ну, все это дольше происходит. Так это же ваши вопросы, понимаете. У меня здоровый ребенок, она вообще меня не отвлекает на свои болячки. Я хочу жить так, чтобы меня это не отвлекало. Именно поэтому, зная законы все эти, я их не нарушаю, я не нарушаю. Я, во-первых, ее здоровье сохраняю и свою свободу сохраняю. Мне очень много времени нужно, чтобы готовить вот этот материал для вас, да, чтобы обучать инструкторов, чтобы продолжать эту деятельность. А если я буду каждый месяц, извините, отвлекаться на болезни моего ребенка, да кому я буду из вас интересна вообще? Да кто захочет это тогда слушать? И вы будете правы. Поэтому я не слушаю тех людей, которые не смогли наладить, первое, свое здоровье, здоровье своих детей. Они для меня не авторитетны вообще. Как бы красиво они не выглядели, как бы красиво они не говорили, я смотрю на результаты их знаний и их действий. Понимаете? Вот и все. А остальное вообще, понимаете, ну кому это нужно? Когда человек тренирует, бегает там, я не знаю, прыгает, а его собственные дети больны, а вид у нее совершенно печальный, и она своим вот этим вот забегами постоянными пытается поддержать свое тело, я не знаю, хоть как-то. А тело работает уже на износ, на последнем ресурсе. И когда вот это вот все я наблюдаю, я просто знаю, я даже некоторым говорю, слушай, такое ощущение, что скоро умрет человек. Потому что это видно. Это видно потому, как человек действует, на что он тратит время, сколько времени тратят на врачей, постоянно иглоукалывание, постоянно какое-то питье бадов. Эти, знаете, вот целыми батареями стоят бады, чтобы хоть как-то вообще-то жить. А люди себя идеями поддерживают, что я веду здоровый образ жизни. Посмотри, сколько я пью. Недавно увидела у одного тоже знакомого, он похвастался, что после панчекармы набрал, наконец-то пришлось iHerb, а там штук 20 банок. А я ему пишу. Страшно просто смотреть впечатление, что со здоровьем совсем все плохо. Раз столько банок нужно тебе, чтобы просто нормально себя чувствовать. Понимаете, да? Обратная сторона. Нам тренер говорил висеть на перекладине после каждой тренировки. Висите, но не на расслабленном теле. Тогда смысл провисания вообще теряется. Тренер, видимо, имеет в виду, что нужно после тренировки снять компрессию. Он правильно мыслит, но он не понимает, что на турнике очень опасно висеть расслабленным и на перекладине. Всегда после тренировки лучше лечь на спину, понимаете? Лучше лечь на спину, и тогда компрессия снимется. В каком возрасте ребенку заниматься спортом не профессионально, а так для силы духа и тела самозащита? Да, в любом возрасте вы можете его повезти куда-то, поговорить с тренером, что вы хотите просто для укрепления здоровья, для тренировочного процесса. Я вот, знаете, что моя ближайшая цель и мое такое намерение все-таки, ну, как-то запустить обучающий курс тренеров по физической подготовке детей, потому что это нужно. Детям нужно бегать, прыгать, приседать, отжиматься и как-то с прессом работать. Ну, пресс вообще во всех движениях включается у детей. То есть им нужно бегать, им нужно прыгать. Пойдите, найдите такого человека, который будет два раза в неделю брать вашего ребенка, но при этом дайте ему мой номер. Пусть он мне позвонит перед тем, как вашего ребенка тренировать, чтобы он там ему не навредил, потому что вред прямой они наносят. Только вот это вот движение, вот помните, все время его показываю, вот это инерционные повороты корпуса, 5 минут нам остается, инерционные повороты корпуса очень сильно разбалтывают грудной отдел. Грудной отдел – это все наши жизненно важные органы. Дыхание, сердце, ни в коем случае вот такие упражнения делать не надо. Нехорошее упражнение, когда в наклоне, помните мельницу, сколько тысяч раз я ее сделала в детстве, дурное, совершенно ненужное упражнение. Не нужно вот такие движения крутить головой, не подходят они нам, совершенно не нужны. То есть в тренировке должен быть набор совершенно четких упражнений, которые будут тренировать силу, тренировать координацию, немножко выносливость, потому что на самом деле такой выносливости, на которую все почему-то направлены, она вообще нам не нужна. Нам столько выносливости, просто даже некуда использовать. Нужна элементарная хорошая тренировка тела, чтобы это тело каждый день могло безболезненно жить. Не чихать, кашлять там, вечно вот это вот, понимаете, не валяться с температурами, соплями неделями. Из одной болячки в другую эти дети наши перескакивают постоянно. С этими стельками заморачиваются мамы, то потом начинаются, знаете, что вот эти дерматиты, аллергии, головные боли, потом эти прыщи высыпания, половина детей с желудками мучаются. Так, желудок и вся желудочно-кишечная система – это нижний грудной отдел. Неправильными упражнениями сначала и движениями мы с вами там все детям посвихнули, а потом начинаем носиться по больницам. А потом мы ищем себе толковых врачей, а пойди ты их найди, да, толковых врачей. Пойдете к врачам, там останетесь навсегда. Да. Алена, к сожалению, не могу остаться в эфире, нужно снова детьми. Расскажите подробнее, пришли в эту сферу, вас настроило на изменение сознания, обязательно пересматриваю эфиры. Отвечаю на вопрос, как я пришла к этой сфере. Я пришла к этому с самого начала, наверное, с самого своего рождения. Мне суждено было прийти к тому, что я делаю сейчас, потому что на протяжении всей жизни я активно использовала свое тело, я много тренировалась. Это были лыжи беговые, это было плавание профессионально, это был бадминтон, основные такие виды спорта до 18 лет. Потом это был фитнес, и я прошла всю карьеру фитнес-инструктора от элементарных фитнес-тренировок до управляющего фитнес-центрами, спа-центрами. В Москве последняя моя деятельность, перед тем, как я от этого отошла, вы понимаете как? Мне нужно было исчерпать до предела знания там, для того, чтобы я сейчас могла и имела право вам об этом рассказывать. Я была фитнес-тренером-инструктором, я фитнесом занималась всеми направлениями, какие сейчас вот существуют. И когда в 40 лет мое тело мне отказало, то есть отказало мне в жизни, начались сразу по всем аспектам в моем теле проблемы, это в 40 лет, это когда жить и жить. Вот тогда это меня развернуло на 180 градусов, я быстро-быстро начала искать ответы на эти вопросы. Почему? Почему так? Я все делала правильно, я всех слушала, я правильно питалась, я очень много тренировалась, я тренировалась каждый день по 2-3, а то и 5 часов. Я занималась бегом, я пила те бады, про которые вы рассказываете, я чистила свое тело. Что со мной такое произошло в 40 лет? То есть это все привело меня к тому, что я как исследователь начала открытыми глазами смотреть на мир и разбираться, что не так. И поэтому теперь я вам рассказываю, что в этом не так. А в этом очень много чего не так. Поэтому, мамы, если вы, если вы ходите в фитнес-клубы, пересмотрите там свои движения, занимайтесь, конечно, телами. Если вам нужна там эта красота тела, за которую мы все гоняемся, господи, пока нас не попустят уже. Понимаете, кто-то добежит до этой красоты тела. А вы посмотрите на этих тренирующихся женщин, которые в 50 лет выглядят как сухие, жилистые мужики, которые наконец-то добились этого, понимаете. А счастья в глазах нет, а лица искорежены просто постоянно присутствующей болью, которую они перекрывают инъекциями, таблеточками, разной фармой. Потому что силой воли признаться себе, что ты неправильно что-то делала, что ты ошибалась, сейчас начни себя спасать. Ну, просто нет. Что вы думаете по поводу лежания на валике? Я в прошлых эфирах отвечала, очень плохо для спины, совершенно на валиках лежать нехорошо, потому что валики провоцируют смещение позвонков. Вы на жестком валике, если еще и катаетесь, вы себе провоцируете смещение позвонков. Остистые отростки, вот такие выпирающие, которые у нас вдоль спины, вы лежите на валике именно на остистых отростках. Это кости, которые призваны нас защищать от механических ударов, падений и лежаний на валике. Вы укладываетесь на валике, давление сильное, если вы еще катаетесь, а там уже есть смещение, изменение в мышцах вдоль позвоночника, то будет выталкивание позвонков, поэтому на валике не катаемся и не лежим. Так, согласна, согласна. Спасибо вам, что вы согласны. Плавание очень хорошо, нужно научиться правильно плавать. Плавание должно быть технически верным, чтобы у вас голова не запрокидывалась назад, не провоцировать напряжение в грудном отделе. Плавать хорошо очень на спине. Ну, это такая очень приятная, классная нагрузка. И плавайте, пожалуйста, плавать можно, да. Как правильно лазить и спрыгивать по горам, исключать смещение таза. Да, друзья, я провожу консультацию, Вера Михайловна там нам напоминает. Смотрите, вы можете все записаться на консультацию. Полностью разбор жизненных ситуаций в быту, в сексе, как правильно спать, что со здоровьем сейчас, что вам уже не нужно делать и что нужно делать. Это все на консультациях, потому что, ну, это очень такое, очень личное и направленное действие на консультациях. Бронхи – это самое мало. Так, абсолютно правильно. Спасибо, спасибо. Спасибо за сердечки, спасибо за ваши поддерживающие маленькие хоккеисты и кладезь травм, черепно-мозговые. Сто процентов. Мамы, вы знаете, я вот вижу тоже одна знакомая, очень хорошая, психолог, психотерапевт. Выкладывает все время фотографии своего сына-хоккеиста, и никак она не поймет, какой ценой вот эти все медали просто отдаются. И что потом в 35 лет будет делать этот парень вообще? Что с его коленями, что с позвоночником, что там с головой? Вы понимаете, ну, совсем недальновидные, мы с вами совсем недальновидные. Нагрузка ребенка, какая оптимальная нагрузка? Ребенка, какая лучше для малыша? Малышам вообще не надо нагружаться. Малыши столько нагружаются, когда учатся всем движением. Вы понимаете, у них первые три года для ребенка – это постоянная нагрузка. Они только и делают, что нагружаются. Этих малышей, и столько, сколько они обучаются за первые три года, мы с вами потом за всю жизнь не научимся. Поэтому детей маленьких оставьте вообще в покое, гуляйте с ними, дайте им в природе двигаться так, как они хотят. Просто следуйте за ними и смотрите, чтобы они меньше падали, не лезли пальчиками своими, куда не нужно. А так, может быть, и давайте лезть, куда нужно и не нужно. Потому что так они познают мир. У ребенка идет активный набор информации. Ваша задача, как мамы, в период первого года жизни, первых трех-четырех – давать мир смотреть ему, показывать его во всем многообразии, щупать, трогать, пробовать. Понимаете, на уровне тела все это изучать – это то, что нужно для малышей, больше ничего им не нужно. Ну и, конечно же, ваша любовь, просто ваша любовь. Правки позвоночника детям делают с первого месяца жизни. То есть, если есть потребность и показания к тому, что у ребенка уже есть смещение позвонков, а оно у очень многих детей есть, еще в утробе матери получены. Так, с первого месяца. Это вопросы, кому нужны информации по правкам в директ, пожалуйста. У меня племянник у 4 года, он очень высокий. Думаем, куда отдать. Отдайте в плавание. Самое простое и безопасное. Да, только без сухих тренировок. С тренером перед плаванием нужно поговорить. Пожалуйста, моего ребенка не тренируйте ни наклонами, ни прогибами, не нужно. Сразу на воде. Болеем очень редко. Отлично. Отлично. Плавание. Вот я вижу ваши эти. Осталось 27 секунд. Дорогие, эфир сохраню на YouTube канал. В шапке профиля мой канал. Там есть ссылка. 19 секунд осталось. Слава Богу, успела сегодня про виды спорта хотя бы сказать. Но пост будет. Будет пост. Постом, пожалуйста, делитесь. Сохраняйте себе эту табличку. Ну и делитесь с эфиром. 24 часа он будет в доступе. Все. Всех обнимаю. Всем вам рада. Спасибо.